Всем привет! У нас неочередное включение. Куда бы вы думали из Финляндии? Собираемся перегонять лодку. В ковидные времена прорвались с ребятами на территорию Финляндии, чтобы забрать лодку Андрея. Андрей любезно пригласил меня в команду. С нами Кирилл, владелец супернедорожника в Тарге. И мы собираемся совершить интересный трип. 800 километров, примерно 450 морских миль из города Турку, Санкт-Петербург, в Кронштадт. Сегодня мы прорвались через границу. Это было непросто. Допрос регистрации Шереметьево, допрос потом на финской границе. Ну, как бы наши объяснения всех устроили, и у нас появилась шикарная возможность. В карантинные времена, когда никого не пускают, благодаря лодке попасть в границу. И вот будем освещать вот это событие, как все пройдет. Надеюсь, будет интересно. Прибыли в город Турку на поезде два часа. И сейчас мы едем в яхт-клуб, берем такси, договариваемся о цене. Короче, мы выбрали самую скромную машину, потому что он первый. Ну, потому что мы порядочные люди. Кирилл за справедливость. Такой небольшой город. Сколько населения, Андрей? Слушай, это очень маленький город. 650 тысяч человек. Его можно обойти пешком. Не маленький, совсем. Ты знаешь, я когда здесь гулял, я его обошел пешком весь. Сколько населения, примерно? Ну, если он маленький город, я думаю, ну, до 200 тысяч троллейбусов, трамваев нет по российским меркам. Если смотреть, что такое большой город по-российски, когда есть трамваи или троллейбусы. Здесь этого нет ничего. Траваи или троллейбусы. Ну, ладно, экономику турку мы еще изучим, исторические корни. А пока впечатление, да, такого спокойного провинциального городка. Но очень все уютно, красиво, чистенько. Вот она. Целуй. Прислонись, как ты знаешь. Вот он, вот он наш красавчик. Даже удилище подготовили. Все, финны не подвели. Лодка на воде. Поэтому завтра выход по плану у нас. Куда, Андрюх? Завтра мы выходим на Аланские острова. На Аланские острова. Звучит, как будто это в Тихом океане где-то. Ну, это в Тихом океане в архиве для нас. Что делает, в первую очередь, владелец судна, когда заходит на борт? Мы следуем укореневшимся правилам и основополагающим принципам барабаса. Обязательно бухать на лодку. Причем ром, да. По-барабасовски как бы там еще... Да, Саша, привет. Наша Марина, где лодка стоит. Дилеры всего, что вы знаете. Капитан. Заходим. Знакомиться, узнавать, что делали с лодкой. Расскажите о наших творческих планах на ближайшую неделю. Так, ну мы сегодня были еще с утра в Шереметьево. Сейчас мы прилетели в Турку. Сходили в магазин, затарились. Потратили 200 евро на жрачку. Вина еще не купили. Фины, к сожалению, подвели. Не выдали лодку в том состояние, в котором я надеялся выйти. Я на самом деле планировал, что мне сейчас приду. А там меня прямо ждет как в магазине лодочка. И я буду манагеру тыкать, где здесь мне не нравится качество полиэтилена, которым обернуты мои телефонные приседения. В общем, куча всяких недоработок, которые завтра с утра. Будет чувак решать наши проблемы. А мы в этот момент побежим за вином. План такой. Просыпаемся с завтрака, переводим лодку в порядок. Первое, что нам нужно сделать, это смотреться на акватории и зайти в реку Лаура. На реке Лаура находится город Турку. Большая судоходная, но короткая река. Там пришвартован весь местный флот. Начиная от ледоколов, береговой охраны и просто парусных лодочек. И вот мы пройдемся, погуляемся. И потом, по идее, у нас, насколько, 150 километров до столицы Аланских островов. Город Мириеркан. 150? Нет, нет, нет. Меньше 100. 42 мили. Я что-то, да, 42 у меня в голове с 2 мили. Ну, как бы там... Вы еще не знали мой план. 80 километров. Ну, возможно, наш капитан проложит маршрут, и это будет 150 километров. Меня просто в Стокгольме ждут. Аналог, я говорю, нашего ГСК, гаражно-строительные кооперативы, да? Да, только лодочные. Расскажи, там, какие условия у членов? Слушай, ну, я особо не знаю. Я когда пришел сюда с воды, попытался встать, и говорю, где тут у вас находится капитания. Где у вас тут условия? Да, где тут у вас условия, где капитания, где человек, который сейчас меня примет, пришвартует, возьмет за эту денежку, заправит. Но здесь нет. У нас здесь... Деляночки, все платят членские взносы, и сами занимаются обустройством своих мест. Это как бы такое нормальное садовое яхтяное товарищество. А вот наша лодочка 334 фута. Три каюты с флайбриджем, два поста управления. Завтра будет обзор от владельца. Завтра обзор лодки твоей сделать. Вот мало еще обзоров, три станут он на... Ну, увековечишь, увековечишь. Когда будешь уже ходить на Линсене, будешь смотреть и слезы вдавать. Вот такой у нас скромный быт. Вечерком поели. Немножко разобрали спальные места. Мастер каюта здесь. Вторая каюта. Третья каюта. Флуминатор. Здесь камбуз. Гальон. За окном дождичек пошел. Наша команда уже просыпается потихоньку. Кирилл первый был. Да? Нет, я первый был Андрюша. А, да? Да. Вот уже завтрак. Погодка сегодня. Не то, чтобы шепчет, но без дождя хотя бы. Так что завтракаем. Потом идем трясти финнов в Марину. Всякие доделки делать. Тут у нас идут ремонтные работы. Не работает бойлер горячей воды. И сели аккумуляторы. Я когда сюда пришел, я говорю, аккумуляторы беру. Ребят, надо это достать на зиму. Чтобы они взимовали тёпом вместе с велосипедом. Который у нас. И все, а мы пришли, а нам говорят, нет, ничего не убирали. Ничего не убирали. Но у них в отчете, что они зарядили, да. Поэтому подрульки, обе подрульки не работают. Вы не привыкли унывать. У нас нет иной возможности, нам нельзя унывать. И существенных оснований. Капитан командует отдать швартовые. Отдать швартовые. Всё, покидаем Турку. Наш план идти на заправку. Потом по центральной части города Турку. А потом идем на острова, где будем ночевать. Сегодня нам посоветовали место Фины. Каковы ощущения после двух лет? Я уже забыл, что я как-то штурвалом, когда-то надо сильно крутить так много. На машине так чук-чук. Мы идем сейчас. Вот сюда пойдем, да? Ага. Такая заправка полностью автоматическая. 98-й и солярка. Вставляешь карту. Сейчас будем пробовать. Андрей, сколько бака у тебя емкость? Емкость бака 500 литров. Ну, их вроде как два. Я не знаю наверняка это точно. Вот есть одна горловина. Может быть и тонна, да? Есть другая горловина. Они сообщаются в любом случае. Они между собой сообщаются, да. Да, да, да. Когда ты заглушишь двигатель... Заглуши лучше, да. Клапан, который между баками, он перекрывается. А, да? Да. Я не знаю, для чего это сделано, но у меня на лодке так. 100... Можно плакать сейчас буду? 35 рублей. Блин. Литр. Что можно в России купить литр за 120 рублей? Ну... Какой напиток можно? Пиво можно купить. Пиво хорошее. Гигина с по скидке можно купить. Немецкая, но правда пол-литра. Субтитры сделал DimaTorzok Все, мы выходим из Турку и держим уже прямой курс на место нашей первой ночевки. Остров. Такой оборудованный красивый остров. С дягут-клубом, со стоянкой, с электричеством, с баней, как нам обещают. Поэтому сейчас выходим из города и движемся по направлению вот сюда. Идти нам показывает 12 миль, 20 километров, где-то 2 часа. Смотря с какой скоростью мы пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Пришвартовались в первом месте нашей стоянки. Такой живописный островок в архипелаге других островов. Сейчас пойдем на разведку в поисках еды. Субтитры сделал DimaTorzok Я слышал об этом, но не верил. А вот сейчас воочию столкнулся. Парковка в Финляндии в среднем стоит от 15 до 30 евро ночь с корабля нашего размера. И в эту стоимость входит еще и сауна для экипажа. То есть мы совершенно спокойно можем еще пойти потратить на них электричество. Мы обязательно вам покажем, как она выглядит внутри. Это финская сауна. Продолжение следует... Второй день нашего путешествия. Проснулись с утра. Погода отличная. Солнышко, голубое небо. Вчера был дождик. Сходили вчера в сауну. Все так оборудовано здесь. Прогулялись по острову. Тут такие шикарные есть коттеджи. Все с видом на воду. Очень интересная архитектура. Такой скандинавский стиль в них. Вписанная в ландшафт. Еще прогуляемся. Покажу. Все инфраструктура тут есть. Поле для мини-гольфа. Сауна, туалет. Ресторан, правда, вчера не работал. Не смогли попасть в магазинчик маленький. И люди сюда и на лодках, и на машинах приезжают. В общем, такое достаточно популярное место. Выходные. Но пока сезон еще только начало сезона. Людей очень мало. И места есть. Но сезон, говорит Финна, сюда не пробиться. На выходные все сюда приезжают из Турку. Ну, и из крупных окрестных городов. Вот сегодня у нас план идти дальше. Предположительно, выбрали место следующей стоянки. Идти 60 миль морских. Где-то получается 110 километров. Так что будем двигаться дальше. Продолжение следует... Выделен отдельный причал под заправку. Три вида топлива. И есть специальный танк для опустошения фекального бака. 5 евро стоит. В общем, все для людей. Даже есть небольшая раковина, чтобы руки помыть. Музыка. Вот интересная лодка North Star Patrol, считается морским внедорожником наряду с Таргой, очень здесь популярны такие лодки, встречали не раз, вот 28 размер, из-за сурового климата, суровых условий популярные здесь суда, а поскольку у нас на борту Кирилл, владелец Тарге, мы теперь знаем про эти лодки гораздо больше, у него правда размеры посерьезнее, но Финляндия в основном от 26 футов мы видели до 36, больше не встречали, такие уже зажиточные финны подходят на Таргах, преимущество этой лодки в том, что можно в любую погоду выйти и дойти до пункта назначения на глиссере, очень мореходные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok приятного аппетита, добренькая утрица, я уже тут экскурсию провел по яхт-клубу, как настроение? Хорошо. Ну что, Андрей, расскажи, какие у нас сегодня планы и надежды, и чаяния. Слушай, вы же полночи маршрут составляли, я до кино монтировал, мы выдвигаемся в сторону Хельсинки, до Хельсинки у нас получается примерно 200 километров, а сколько? 200 километров, отец Кирилл внесет поправку. И нам нужно сегодня как минимум половину пройти, да? Но у нас сегодня 60 миль, да, 110 км. Это если мы пойдем моим маршрутом? Да. А если пойдем Андрюшиным, сейчас я его перестрою, то будет побольше. У нас происходит утренний брифинг трех капитанов, решаем, каким маршрутом идти, каждый капитан обложился карплоттером своим, у Андрея вообще их три, на Вионикс, Симрад, которым невозможно пользоваться, как этот называется, Симэп, карта, фотография Симэп, а у Кирилла на Вионикс, ну вот как по мне, на Вионикс она удобная. Марина называется. Марина? Или остров. В общем, 60 миль нам предстоит пройти, и сейчас решаем, по какому безопасному маршруту это сделать. Пут Кюянто. Пут Кюянто идем. Вот такой сосед рядом с нами першортовался, интересный деревянный корпус, собачка. Привет. Привет. Хеллоу. Пообщались с хозяевами, они говорят, что это проект на базе рыболовного судьбы сделан, просто для отдыха. На самом деле это не старый, но в 90-х годах. Они тут так, очень своеобразно вникали. Ну я так понял, что вот эта вот отделка деревом, это они уже самостоятельно делали. Я думаю, что это часть проекта, потому что это корпус, это же часть корпуса. Ну я так понял, что это стальное судно, и вот эта декоративная отделка корпуса, это поверх, вот видишь он, сталь. Это все сталь, возможно, да? А может быть пластик. А вот это вот наша красота, наш трестанчик. Так, мы готовы к отходу в нашу следующую точку. Отшвартовываемся. Идем. Вообще адски кайфушно иметь таких помощников, опытных, потому что я обычно всегда сам вот завелся, швартовал, с электричеством отключил, ранцы поднял, и при этом еще я умудряюсь идти. А сегодня, когда со мной такие люди, один у нас утром, другой на корме, два опытных профессионала, для меня это вообще становится не путешествием, а каким-то релаксом постоянным. Будем меняться, чтобы ты тоже не забывал, как в конце руки вязать, отвязывать. Так, да. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Встали пока на временный причал в заправке. Сейчас будем ходить выяснять, куда нам вставать. Еще 5 часов, солнышко. У нас проблема, что наша лодка слишком большая для местного яхт-клуба. И вот он показывает, где тут есть Марины побольше. Говорит, там городок. Потому что здесь лодочки все стоят. Маленькие наши самые большие. Все, не понравилась нам Марина. Покидаем их. Идем в маленький провинциальный городочек. Там Марина побольше. Более крупные лодки стоят. Потому что здесь все большие лодки стоят на Муринге. Муринги вяжутся не к носу, а к корме. Ветер сильный. И в общем, проблема сейчас будет у нас шартоват. И мы решили все-таки немножко небольшой крюк сделать. 5 миль. Но зато посетим небольшой город и станем спокойной Марине. У нас сегодня вынуждена остановка. Из-за проблем с топливной системой течет фильтр у нас. И солярка капает прям в корпус. До Хельсинки не дошли. Сделали вынужденную остановку в ближайшем Марине. Вот уже 7 вечера. Иду узнавать, есть ли тут мастера, которые способны поменять фильтр. Может быть фильтр есть. Но шансы невелики. Но попробовать надо. Так что сегодня в любом случае здесь остаемся. Если не удастся найти фильтр, просто его уберем и соединим напрямую. У нас сегодня был непростой день. Произошла потеря коптера. Ох, я уже забыл про это. За 5 лет первый раз такая история. Мне казалось, что я умею им управлять. Но тут какие-то высшие силы вмешались. В общем, я запустил коптер. И вот тупо начало носить ветром. И ничего не помогало. Я, в общем, повернул камеру вниз. Пытался посадить в какое-то безопасное место. Там сначала здание были, потом люди, дороги, машины. В общем, когда уже... Когда уже коптер стал совсем далеко, мне ребята дают велик, говорят, давай езжай за ним. И я в одной руке с пультом, да, в другой руке с великом поехал за коптером. Он периодически терял сигнал, опять пропадал, появлялся. И все, летел, летел дальше и дальше. И оказалось, что ветер, он быстрее, чем мой велосипед. Вывод такой, что маленькие коптеры DJ Mini, они для яхт и для лодок не подходят. А вторая была у нас сегодня ситуация. Мы, когда заправились, пошли... А, заправились и увидели, что какая-то течь идет из лодки, да? Течь солярая? Ну, расскажи. Да-да-да. Слушай, ну, я на самом деле не знаю, связано ли вот то, что мы увидели, потому что, мне кажется, что, во-первых, это была не течь соляры, а просто, когда заправлялись, чуть больше бака пошло. Наливали в передний бак, и там плеснуло, и вокруг нас было озеро солярочки, такая маленькая экологическая катастрофа, которую мы заливали в фейре. Но потом мы все-таки решили залезть в трюмные отсеки, чтобы увидеть, что там происходит. И если в самом трюмном отсеке было непонятно, в моторном отделении, то есть еще один рундучок, который находится в сауне. Когда вот мы его открыли, там его видели, течь топлива, и это была, блин, реально такая, лично для меня ситуация страшная и опасная, потому что мы уже находились в море, и когда мы видим, что хлещет, и откуда-то из шлангов, ну, знаете, хлещет, как вот, когда ты писать хочешь, но не можешь, и вот оно примерно вот так вот, оно и сочилось. И вот мы стали заниматься проблематикой. Коптер воскресить не удалось, но проблему с топливом решили. Проблему с топливом решили, да. Утро следующего дня. Проснулись. Сейчас все-таки собираемся дойти до Хельсинки. Спалось хорошо. Вчера что-то все устали. Поужинали и пошли спать. Бешено устранили течь фильтра, просто исключив его из цепочки. Ну, а сейчас завтракаем, и будем идти до Хельсинки где-то 3 часа нам идти. И там проведем, наверное, сутки. Здравствуйте, товарищ капитан. Доброе утро. Что у нас происходит на лодке? Мы готовимся к отходу, прибираемся, обсуждаем, что можно, что нельзя готовить на лодке. Время, когда срочно ехали. Кратко-срочных походов. Все проверено исправно. Пока ничего не проверяли, не исправляли. В тюмной от тех завес, слушай, ну там вот как бы набежало из центрального. Много? Ну, непонятно, то ли это мы налили вот этот примерно объем, то ли еще чуть сверху, например, такое, столько. Угу. Не ахти какая марина была у нас, только туалет из благ цивилизации. Ну вот без людей она потерялась, потому что были бы здесь люди, работал бы ресторан, сауна, и так было бы классно, потому что это, в принципе, лес, красивая закрытая бухта, красивые домики, и, в принципе, инфраструктура там должна быть, но, видишь, пандемия даже здесь, и финансы, потому что практически маски не носят, но, тем не менее, закон общий, они говорят, да, мы не можем наливать в это. Что, мы уже почти у Хельсинки, нам еще минут 20 хода, и направление волны теперь нам не в корму, а по диагонали, навстречу. И нас так подбрасывает периодически. Он нас подбрасывает на отраженных, в полных от маленькой глубины на островах, то есть она уже такая подсмешанная получается. То есть в общей массе она идет справа налево по курсу, но иногда попадаются отраженные волны обратные. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ну что, друзья, вот мы и в Хельсинки. За окном парадный вид города команда собралась на санобработку. Санобработку. Вся команда Тристана прошла санобработку в душе. Отличный душ, сауна не работает пока вечером. С пяти вечера будут топить. Сейчас погуляем по городу, посетим, может быть, какие-то культурные достопримечательности, и вечером пойдем в сауну. Так, я клуб очень уютный, в центре города находится, прямо на набережной такой оживленной. старая архитектура. Пока впечатление очень положительное. Забытое ощущение нахождения в Европе. Два года мы там не были, и вот выдался момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот чем русские моряки занимаются, когда на сушу сходят. По мороженкам сразу идут. Только хотел его по мороженым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гуляя по Хельсинки, прямо ощущается, что мы в столице. Все такое монументальное. Соседство воды, архитектуры, суровой природы северной. Вечерний променад по Хельсинки закончился ужином на лодке. И мы решили выйти на яхтенный променад по воде уже, по акватории круговой. Пройдемся, встретим закат. Солнце уже нам в спину. По местным красотам тут. Здесь туристический маршрут на лодке. Мы его сфотографировали, и примерно по такому же маршруту пойдем. КОНЕЦ У нас очередное утро на борту. Яхта Тристан, и мы идем, куда бы вы думали, в музей дизайна, идем оккультуриваться, и потом после обеда выходим, куда Андрей? Мы выходим в Котку, мы выходим в Котку, пойдем в Шхерме или море, вы решили? Ну как, как погодка, часть так, часть так, пойдем в Котку, чтобы завтра уже двигать в сторону Питера, поскольку погода в четверг не было бы приятной, решили ориентироваться на среду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходим мы из Хельсинки в Котку и решили заправиться на всякий случай, поскольку у нас показатель уровня топлива не работает, два бака, передний кормовой, принудительный перекачка в кормовой бак. И вот решили для безопасности заправить полный бак. Дополняем сначала кормовой бак, предполагаем, что он полный. Все, прощай, Хельсинки, мы отчалили, перебрались на флай, погода уже почти летняя. Кирилл Штурман, я рулевой, потом поменяемся, проходим ледокольный флот финский. За нами центральный як-клуб в Винляндии в Хельсинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не запечатлеть. Вот как мы едим на ходу. Я тут насервировал закуски, Андрей пожарил картофанчик. Кирилл контролирует курс. И мы идем среди живописнейших мест. И у нас тут разные явства. В том числе и запрещенные, совмещенные с компари. В России компари запрещен? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш боевой военный экипаж прибыл строго по расписанию. 19.00. Мы завязали швартовый в порту Котка. Все, покидаем Котку. Погода сегодня, шикарное зеркало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остров Хаапасари. Последний остров на территории Финляндии. Здесь закрываем границу. Нам ставят печати о выходе с территории ЕС. И дальше уже выходим в нейтральные воды. 150 километров. 80 миль переход до форта Константин. В России. Здесь я. Такая зона ожидания. Звух штампов в наших паспортах. Все, получили мы заветные штампы, что мы покинули территорию Гринляндии, территорию ЕС. Нам разрешили полчаса поставить на причале. Не больше, я вам сказал. Сейчас ребята заливаются топливом. И мы отходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выпустила у нас российская таможня. Заняло ожидание 2 часа. Измерили всем уровень радиации. Глубину, смотри, глубина 1,5 метра. Провели. Поехали. Поехали. Parte 1. Гринляндии. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok